МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Приближается конец года, и уже можно подвести определенные итоги работы по программе материнского семейного капитала в городе Севастополе. Но для начала давайте напомним нашим телезрителям непосредственно о самом материнском семейном капитале. Расскажите в целом об особенностях программы и о том, как же она реализовывалась в Севастополе. Прежде всего, хотелось бы напомнить, что программа материнского капитала направлена на предоставление мер государственной поддержки семьям, имеющим детей. Право получают семьи, в которых после 2007 года рождены вторые или последующие дети. Также право получают семьи, которые усыновили второго или последующих детей, рожденных после 2007 года. В Севастополе программа начала реализовываться только в 2015 году. В Севастополе предоставлялись государственные услуги по приему заявлений о выдаче государственного сертификата, а также распоряжение средствами материнского капитала. В течение года прием проводился на базе клиентских служб в территориальных отделах пенсионного фонда, а также в избежание очередей были открыты дополнительные пункты по приему заявлений на материнский капитал. Для граждан, проживающих в Балаклавском и Ленинском районе, был открыт пункт на проспекте Генерала Острякова, простите, 14, а для граждан, проживающих в Нахимовском и Гагаринском районах, на Героев Сталинграда 64. Так, в дополнительные пункты обратилось около 64% всех граждан, которые обратились с заявлениями о выдаче сертификата. Это около 7 тысяч человек. Также постоянно проводится прием, как я уже сказала, на базе клиентских служб в районных отделах пенсионного фонда. В течение года, прошу прощения, на начало года ожидаемое количество граждан, которые могли бы обратиться за выдачей государственного сертификата, составляло 14 400 человек. На сегодняшний день уже обратилось более 11 тысяч граждан, то есть практически 76% от ожидаемого количества. По всем заявлениям, принятым практически уже по 10,5 тысячам, вынесено решение о выдаче государственного сертификата. Но, к сожалению, также по 26 заявлениям вынесены отказы выдачей государственного сертификата. Практически уже все сертификаты, по которым вынесены решения, выданы семьям на руки. После получения сертификатов люди уже имеют право обращаться за единовременные выплаты за счет средств материнского капитала, а также с заявлением о распоряжении средствами. В течение года на сегодняшний день уже принято около 200 заявлений о распоряжении средствами. По 126 из них уже произведены выплаты. Сумма выплат составляет более 33 миллионов рублей. Нельзя выделить наиболее популярные направления использования средств. Поступают заявления как на оплату образования детей, так и на улучшение жилищных условий практически в равных количествах. Напомните, на какие же цели можно использовать материнский семейный капитал? Законом о дополнительных мерах государственной поддержки семьям, имеющих детей, предусмотрено три направления основных использования средств. Это улучшение жилищных условий, образование детей, а также накопительная часть трудовой пенсии мамы. 28 ноября этого года президентом Российской Федерации подписан закон о внесении изменений в закон о дополнительных мерах государственной поддержки, в котором предусмотрено еще одно, третье направление, четвертое направление, по которому можно использовать средства. Это приобретение оплаты товаров и услуг, направленных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации будет производиться компенсация оплаты товаров и услуг, за исключением расходов на медицинские услуги и технические средства, которые предусмотрены законом о социальной защите инвалидов. Средства могут быть направлены на социальную адаптацию и реабилитацию ребенка как родного, так и усыновленных детей. В программе принимают участие как первый, так и второй и последующие дети, которые имеют инвалидность. Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. Пока что правила направления средств и перечень таких услуг только находятся в стадии разработки правительством Российской Федерации. Пока еще не разработаны. Это и есть новое направление использования средств. Много противоречивой информации сейчас о том, что сроки получения сертификата на материнский семейный капитал очень ограничены, чуть ли не до конца текущего года. Так ли это? Нет, не совсем так. Семьи, которые уже получили право, то есть в которых после 2007 года родился второй или последующий дети, а также, как я уже говорила, по поводу усыновления детей, они не ограничены в сроках подачи заявления на материнский капитал. Кроме того, в рамках реализации положений послания президента Российской Федерации к Федеральному собранию правительством Российской Федерации разработано и внесено на рассмотрение законопроект о продлении программы материнского капитала до 2018 года. Госдума рассмотрела законопроект, приняла его в первом чтении и в целом. Таким образом, программа будет продлена на 2017-2018 года, сохранив при этом действующее направление использования соответствующих средств, которые определены с учетом степени важности получения семьями государственной поддержки и помощи от государства. Что делать в случае, если государственный сертификат на материнский капитал утерян или изменилась фамилия его владельца? По всем вопросам, которые касаются государственного сертификата, естественно, семьям его имеющим, нужно обращаться в клиентские службы районных отделов пенсионного фонда по месту проживания. Поэтому, если сертификат утерян, нужно обратиться с соответствующим заявлением о выдаче дубликата на сертификат. Если изменились паспортные данные или фамилия, имя, отчество владельца сертификата, они обращаются с соответствующим заявлением о внесении изменений в сертификат. На обратной стороне сертификата делаются соответствующие отметки с новыми паспортными данными и фамилией изменившейся и заверяются подписью начальника и печатью территориального органа пенсионного фонда. Изменится ли сумма материнского капитала в 2016 году? Согласно статье 8 Федерального закона номер 359 ФЗ о государственном федеральном бюджете на 2016 год размер материнского капитала в 2016 году останется в прежнем размере и составит 453 026 рублей, как и в этом году. С мая в Севастополе начался прием заявлений о выдаче 20 000 рублей наличными за счет средств материнского семейного капитала. Напомните нашим телезрителям, кто же имеет право воспользоваться данной единовременной выплатой. Мы сейчас говорим о единовременной выплате за счет средств материнского капитала. В Севастополе мы стали принимать заявление с мая текущего года. Эту единовременную выплату имеют право семьи, получившие государственный сертификат и проживающие на территории Российской Федерации. Независимо от возраста ребенка. То есть не надо дожидаться, когда ребенку исполнится 3 года. Размер единовременной выплаты составляет, как вы уже сказали, 20 000 рублей. Она может быть использована на необходимые нужды для семьи. Отчитываться за использование данных средств в пенсионный фонд не надо. Но при этом размер материнского семейного капитала, который установлен в соответствии с законом о дополнительных мерах государственной поддержки семьям, имеющим детей, уменьшается на сумму единовременной выплаты, которая перечисляется на счет лица, получившего сертификат, который открыт в российской кредитной организации. Это очень важно. Сколько севастопольских семей уже решили воспользоваться деньгами и какова общая сумма выплат? На сегодняшний день с заявлениями о предоставлении единовременной выплаты уже обратилось более 6,5 тысяч человек. Из них уже по 6 тысячам заявлений принято решение о выплате средств. Это 92% уже обработанных заявлений от принятых. Вместе с тем около 5400 заявлений уже средства по этим заявлениям перечислены на счета. Сумма общих средств составляет более 100 миллионов рублей. Имеет ли право на единовременную выплату владелец сертификата, если сумма остатки материнского капитала меньше суммы единовременной выплаты? Если семья, которая получила сертификат на материнский капитал, уже обращалась в пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами или частью средств, и остаток составляет сумму менее 20 тысяч рублей, то согласно статье 2 закона номер 88 ФЗ о единовременной выплате за счет средств материнского капитала, семья имеет право подать заявление на единовременную выплату в размере фактического остатка на дату подачи заявления о распоряжении средствами. Напомните о самом механизме подачи заявления на единовременную выплату. Какие документы и куда необходимо предоставлять? С заявлением необходимо обращаться в клиентские службы районных отделов пенсионного фонда в городе Севастополе по месту проживания. Вместе с заявлением заявителю необходимо представить документ, удостоверяющий личность и место проживания, а также документ, подтверждающий наличие у лица, получившего сертификат, счета в кредитной организации на территории Российской Федерации. Предоставлять обязательно нужны либо оригиналы документов, либо в установленном порядке заверенной копии данных документов. Обращаться в приемное время. А сколько времени понадобится для перечисления средств? Для перечисления средств с момента подачи заявления проходит около двух месяцев. Через месяц после подачи заявления территориальным органам принимается решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления. В случае положительного решения через еще месяц в течение месяца перечисляются средства на счет в кредитной организации лица, получившего сертификат, получившего право. До какого времени можно подавать заявление на выплату 20 тысяч рублей? На этот вопрос мы хотели бы обратить особое внимание, потому что семьи ограничены во времени подачи заявления. Заявление на получение единовременной выплаты необходимо подать до 31 марта 2016 года со всеми представленными документами. Но для этого семья уже должна иметь сертификат на материнский капитал. Давайте еще раз повторим, куда обратиться тем, кто хочет оформить сертификат на материнский семейный капитал. По всем вопросам оформления сертификата на материнский семейный капитал, единовременной выплаты и распоряжению средствами семьям необходимо обращаться в территориальные отделы пенсионного фонда по месту проживания. Напомним адреса, по которым они расположены. Для жителей Балаклавского района улица Урицкого 2, для жителей Гагаринского района улица Пожарова 5, для жителей Ленинского района пересечения улиц Киевской и Толстого, Киевская 35, Толстого 11, и Нахимовского района, Дзигунского 19. Приемные дни с понедельника по пятницу с 9 до 18, в пятницу до 16.45, обеденный перерыв с 13 до 14. Ну что ж, время нашей передачи истекло. Благодарю за разъяснение важных вопросов на сегодня и за предоставленную информацию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Напоминаю, говорили об актуальных вопросах пенсионного страхования со специалистом-экспертом отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Севастополю Юлия Лазарек. Эфир же телеканала продолжается. Важные и значимые темы еще впереди. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин